Итак, приступим. Из жазеты, сканиный цветок, нам необходимо выкроить 20 маленьких деталей и 20 больших. Выкраиваем мы по косой. Укладываем рисок под 45 градусов кончик к долевой нити и обрисовываем его по кунтуру. Я рисую сразу четыре детали, потом в перегиб четыре слоя их вырезаю. Скрепляю степлером маленьким. Жазета тонкая, поэтому она позволяет нам работать в четыре слоя, красить и обрабатывать детали. Таким образом, мы нанесли четыре наших детальки. Отрезаем полоской и в перегиб. И в перегиб. Складываем гармошечкой. Я укладываю в четыре слоя. Затем точно так же я делаю отдельно с одной деталью и с большими лепестками. Таким образом, я складываю гармошечкой четыре детали. Нам еще не хватает одного слоя ткани. Скрепляю основание степлера. Скрепляю нужно маленький, небольшой компиллярский, потому что с небольшими скрепками удобнее работать, чем с крупным скреплером. Вот таким образом у нас такая заготовка. Сейчас мы то же самое делаем с большими лепестками. Четыре штуки краем. И еще отдельно одной штучки. Больших и маленьких. Таким образом, мы подготовим наши лепестки. 20 металей А и 20 металей Б. И приступаем к выкрайниванию нашей зелени. В подклейке и листике. Поэтому мы будем из бархата, такого коротковорстного, рисуем по изнанке. Значит, детали мы будем выкраивать в один слой. Так как бархат достаточно плотный материал и плохо прокраситься более чем в один слой. Укладываем наши картонные заготовочки по дублому 45 градусов. По косой и по косой. И начинаем обрисовывать по контуру. Делаем запас. Делаем это того, чтобы у вас при снятии с подушки, если листик не формировался, мы в последствии могли выглядеть примерно то же самое. Таким образом мы краем 6 листиков. Вот там будем продажом. Ну-ка, все по косой. На краю 6. И укладываем нашу подклеечку. Также по косой. И с запасом. Здесь бархат. Он достаточно, как я уже говорила, сплотный. И побежен слабой деформацией. Поэтому я здесь делаю небольшой запас. Если вы краите с сатаной, то там лучше вырезать подклеечку более широкую. И еще вам понадобится полоска для стебля. Шириной 12-15 мм. То есть 1,2-1,5 см. И пожелаемой глины. То есть если у вас будет интерьерная роза, то стебель может быть где-то 30-35 см. Если бутальнерка, то где-то порядка 12 см. Вот вырезали. И приступаем к последствии около края наших остальных деталей. То есть берем наши лепесточки. Лучше использовать маленькие рознички. Или удобнее резать. Более-таки поворотливые. И вырезаем. Оставляем скобой. Так и красить. И обрабатывать будем 4 спора. Уже за это. Оставляем карандашную коронтуру. И на внешний край ножны. Следите за тем, чтобы у вас ни в коем случае не оставалось карандаша. Иначе потом при сборке это все вырезет. И роза смотреться, если это не особо для нас нету, в моем случае, то это будет смотреться очень грязно и некрасиво. Будет приобрететь весь внешний вид. Таким образом мы вырезаем лепестки А, Б и нашу зелень. То есть то же самое. Несмотря на то, что мы будем их впоследствии еще раз вырезать, лучше сразу взять себе за правило, чтобы срезать полностью карандашный контур. Таким образом мы вырезаем. Здесь пока ничего не перерезаем. Просто вырезаем такую заготовочку большего размера. Потом мы будем еще, не касается саму, подклеечку обвалить карандашу. После проклеивания и вырезать. То же самое на листиках. То есть мы ее вырезаем по такому огромному контуру. Зубчики пока не длинные. Вырезаем с деталями и приступаем к дальнейшей работе. Детальки готовы. Мейклэйлы. И мы можем приступать к покраске. Берем газету, проверяем, чтобы она не мазалась. И укладываем на еще лепестки А. Можно выложить сразу пять. Если что, увлажнять мы все равно будем частями. В принципе, ее не помешают. Можно положить сразу все. И начинаем увлажнять. Я в данном случае буду увлажнять не водой, а вот такой светло-зубодной красочкой. Можно увлажнять вот таким вот образом кистью. Походимся на лепестку. Смотрите за тем, чтобы у вас не оставалось белых пятен. Иначе потом, особенно в темных розах, лепестка смотрится очень некрасиво. Таким образом увлажняем три лепестка. И начинаем в сцене рисовать полчики. И таким вот натальируем нашу розу. Сознавая такой цвет изнутри. Выкладываем высоко и И можно еще вот таким образом увлажнить. Впускаем. Промакаем кисточкой. Чтобы у вас вся ткань напиталась нашей красочкой. Проходим изуверения увлажняем. То есть, разы на довольно вредной ткань отношении к пробакиванию. И следите затянуть, чтобы у вас все слои увлажнились. И натальируем из центра ручеками. Это тоже, опять же, светленькая такая краска, зелененькая. И прикладываем сушиться. Далее лепестки и буря. Сухи. И вот Sofio. Увлажняем. 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 сцепляю и сцепляю ручки. такие краска располосалась в некоторых местах может идти дальше перекладываем на сухую и отправляем сушиться еще необходимо будет покрасить 10 проволочек 33 номера если вы делаете какую-то темную розу потому что я не буду красить, у меня светлый накладок и белая полочка будет незаметна хотя можно в принципе затонировать ее этим светло-лимонным цветом дальше мы красим нашу зелень мархат помните, что красим его в один слой укладываем лицом вверх если вы хотите получить более бледный оттенок можно покрасить с изнанки если он не за насыщенный цвет то он же красит с лица так как мархат очень впитывает краску вернее он верхний слой впитывает а до изнанки не доходит можно иногда даже протонировать дополнительно перевернуть и пройтись по изнанке влажные мыши начинаем так вот сверху вначале я буду делать светлым таким цветом вверх в край таким образом а потом зеленой краской из центра будем подниматься наверх если у вас получается четкий переход то можно взять еще раз пахнуть кисточку светлую краску и смазать этот ярко выраженный переход и таким образом мы красим все наши остальные листики в центре можно почему делаем из центра чтобы основание листика было более темным когда он эффект не смотрится вот так вот для глазовой кожи чтобы не было ярко яркого перехода и мы перекладываем на сухую сухую и какие-то помещения улажняем хорошенечко чтобы не было пустых пятен и зубчиком, помышем зубчиком, проходим в этой светло-зеленой красочке. То же самое делаем и со стебельком, чтобы у нас был не просто однотонно-зеленый, а именно с таким переходом. И начинаем подклейку также из центра выводить наверх. И еще раз светлой краской, чтобы замазать этот чуткий переход, который у нас получился. И стебельок промазываем зеленой краской, при этом следите за тем, чтобы у вас есть основание, подклейки и одна сторона у стебелька были одинаково цвета, чтобы при сборке розы у вас не было ярко выраженной перехода, а все совпало в цвете. Тогда роза будет смотреться более аккуратно и реалистично, чтобы не получилось так, что у вас темно-зеленая подклейка и светлой стебель. Следите за это вы будете внимательны. Отправляем сушиться и нам еще необходимо покрасить двадцать шестую проволочку для наших листиков. берем и нашей зеленой красочкой мы просто проходим по проволоке. Хорошенько ее увлажняем, чтобы у нас не оставалось белых пятен. и перекладываем на сухую. Ждем пока наши детали высохнут и приступаем к обработке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok